Поэты того времени собирались в стадионы. Их стихотворения читали везде и всюду. В Дмитровской гимназии Логос поэтическим вечером закончилось погружение в мир книги. Театрализованное представление подготовили ученики 10-го класса под чутким руководством учителя литературы Оксаны Юрченко и классного руководителя Татьяны Патрий. Тема поэтического вечера – поэзия 60-х годов XX века. Время нового этапа в истории русской поэзии, связанной социальными изменениями, разоблачением культа личности Сталина и последовавшей за ним оттепели. Как известно, литература после небольшой паузы отреагировала на эти события всплеском творческой активности. Поэт в России больше, чем поэт. Мне суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства. Кому уюта нет, покоя нет. Поэт в ней – образ века своего и будущего призрачный прообраз. Поэт подводит, не впадая в робость, итог всему, что было до него. Была проведена очень объемная работа. Мы подбирали стихотворения под определенную эпоху. Мы изначально выбрали время и подбирали под него стихотворения. Позже мы писали сценарий на основе тех стихотворений, которые у нас уже есть. Мы работали около месяца, я думаю. Мы приходили после уроков, оставались на час, на два. Готовили сцену, готовили образы, учили стихотворения. Это очень чувство самоудовлетворения от того, что мы сделали и что у нас всё получилось. На поэтическом вечере прозвучали стихи Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Арсения Тарковского, Андрея Вознесенского, Андрея Дементьева, Беллы Ахмадулиной, Вероники Тушновой, Иосифа Бродского. Прозвучали песни Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого в исполнении учеников школы, а также из кинофильма «Оттепель». В 60-е годы стали вновь подниматься такие темы, как любовь, чисто человеческие ценности, что-то именно человеческое, а не общее, национальное, общесоветское, например. И поэтому поэзия такая, поэзия шестидесятников, она актуальна для каждого человека. И потому она нас и заинтересовала. Каждый из нас нашёл в ней свой особенный отклик. К этому поэтическому вечеру десятиклассники готовились весьма основательно. Даже платья и костюмы были подобраны соответствующими эпохе 60-х годов. Гимназисты признаются, что пришлось провести ревизию семейных гардеробов. Мы совпали с тобой, совпали, в день запомнившийся навсегда, как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом вода. Мы, во-первых, искали сначала для эпохи, чтобы раскрыть её более ярко. Но, естественно, мы обращались к нашим родителям, к бабушкам, к дедушкам. И во многом они нам помогали. Также мы отрабатывали не только наш внешний вид, но и саму нашу речь. Мы искали во множественных литературных источниках манеру подачи себя у писателей. Так вот, к примеру, у меня была была Ахмадульна, я раскрывала её образ. И у неё был своеобразный очень тон. И таким образом мы смогли, наверное, более ярко передать, и зрители это почувствовали. Поэтический вечер с любопытством наблюдали зрители из числа учеников гимназии и педагогов. Погружение как форма работы с детьми существует в гимназии уже 20 лет. В этом учебном году тема погружения «Мир книги» была выбрана совместно с коллективом учащихся. Тем более, что в России отмечается несколько юбилейных дат, связанных с книгой и литературой. Во всех классах гимназии были проведены учебные занятия, внеурочные мероприятия, экскурсии в музеи, а также состоялись общешкольные праздники, приуроченные к теме книги. Мы стараемся найти какую-то изюминку, которая объединила бы и учителей, и детей, и создала такую-то общую идею последние наши мероприятия «Литературный вечер». В общем-то, это театральная постановка на уровне хорошего театра, мне кажется, на мой взгляд. Ту задачу, которую мы поставили, мы выполнили. Максимально раскрыли возможности, творческий потенциал учеников. Очень хорошо и командой индивидуально поработали наши учителя. И огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал. Если в жадком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.